Очередная наша с вами встреча, понедельник. Сегодня у нашего замечательного спикера Алексея, дочки, день рождения, поэтому я сегодня его подменяю, скажем так, внеочередное мое выступление. А мы уже в следующий раз Алексея дождемся. Так что, Алексей, поздравляем тебя с днем рождения, дочки, и желаем, чтобы вся ваша семья в ближайшее время прокатилась на Юскай-транспорте. Да, поздравляем. Ну что, а мы переходим к нашей основной теме – философия компании и актуальные новости проекта. Меня зовут Олег Тарасов, я являюсь партнером, инвестором, региональным спикером Республики Беларусь. И наша тема, как всегда, связана с транспортом Деницкого. Это транспорт, который все больше и больше набирает обороты, всего больше его по всему миру, а сегодня мы об этом поговорим, знают, узнают, приглашают на различные конференции, потому что действительно транспорт должен быть решением ряда широкого круга проблем. В данный момент мы все видим, что происходят, какие катаклизмы, и как транспорт действительно становится коллапсом, и люди не просто задерживаются в пробках, но и гибнут. Поэтому Толий Эдуардович Юницкий создал этот транспорт давным-давно, в его мыслях он давно существует. Но, конечно же, вот такое вот ретроградное отношение вообще сильных мира сего, скажем так, в каких-то своих личных интересах. Вот, данные силы не пускают данный транспорт, поэтому приходится пробивать его с полной силой, с полной самоотдачей. Вот, и я надеюсь, что все это будет очень и очень в скором виде, в скором виде будет решено. Ну что, транспорт Юницкого – это действительно безопасный, доступный, адаптивный, экологичный, энергоэффективный. В прошлый раз мы с вами все это разобрали, по полочкам еще раз повторили. Вот, но в этот раз мы опять-таки будем касаться этого, и действительно много репортажей вышло, много различных статей вышло, которые мы с вами сегодня разберем. Ну, прежде всего я хочу сказать о том, что в данный момент в Юскай Транспорт проходит сейчас очередной, второй этап сертификации. И для меня это, как и для вас, наверное, это будет очень и очень приятно, эта новость, потому что вот эта вот международная независимая организация, ТЮВ Стандартизейшн Сертификейшн посетила вновь центр испытания сертификации Юскай в Шарже и договорилась об подготовительном работах на второй этап сертификации, который должен пройти и получить, и выдать, включить стороннюю оценку и выдать сертификат на весь транспортный комплекс. Значит, здесь будет включено грузопассажирская станция, что будет включать второй этап. Промежуточные опоры, хотя уже в первом этапе промежуточные опоры были пройдены, ну, предварительно уже была проведена сертификация. Вот, полужесткая путевая структура, вот она сама на данном рисунке представлена, и когда я говорю, что вот сейчас такие вот маленькие автомобильчики стоят, там, да, даже кран кажется таким игрушечным, маленьким, то действительно вот эта вот трасса, когда я там был, она действительно впечатляет своей масштабностью. Закидываешь голову, смотришь, и вот этот вот трос, так называемый, да, вот эта полугибкая трасса, полужесткая, да, она действительно впечатляет своими масштабами, и вот сейчас еще с нашим юнибусом каратом, который там находится, да, это действительно вот смотрится, действительно что-то монументальное, большое, красивое, и действительно, несмотря на свои размеры, она действительно кажется все равно гораздо изящной, нежели те, допустим, дороги, либо метро, которые, допустим, наружные, да, либо какие-то другие трассы, баны, автобаны проходят, это действительно все равно несравнимо по красоте своей, вот именно вот эта вот наша трасса. Ну, значит, была жесткая путевая структура. Будет входить в ненапряженный участок зоны сервисного обслуживания. Вы помните, что именно в Шарже поступило предложение о том, чтобы людям не подниматься на второй, третий этаж, сколько там получается эта анкерная опора будет включать, а именно заходить данный транспорт с уровня земли. И было принято решение о том, что да, данный транспорт можно в ненатяжном порядке опустить на уровне земли, чтобы люди приезжали, допустим, на автомобилях, на автобусах, спокойно заходили, и потом уже эта трасса поднималась бы на нужную высоту 10, 15 или выше метров. Вот. И также в ходе сертификации выполнят проверку непосредственно данного 25-местного юнибуса Ю4-212-01. И теперь, внимание, после получения соответствующего документа, линия длиной более 2 километров, 2,400, если быть точным, да, будет готова для эксплуатации юнимобилей массой свыше 30 тонн. Протяженность трассы позволит организовать пассажирские и грузовые перевозки со скоростью до 150 километров в час. Ура! То есть, друзья, поставьте восклицательные знаки. После того, как пройдет сертификация всего участка, будет выдано разрешение о том, что весь этот комплекс данный инфраструктурный будет запущен в эксплуатацию. Представляете? То есть, не только можно будет возить гостей, показывать и так далее, но, возможно, уже какая-то трасса будет действительно вот эта вот использована для того, чтобы потом ее продлить. То есть, все, тогда это уже будет действительно дан полноценный старт адресному проекту, тот, который уже неоднократно обсуждался и в Шарже, и, скажем так, с другими Эмиратами и все. Но это будет действительно огромная веха, вот эти 2,4 километра, когда скорость действительно будет впервые достигнута 150 километров в час, и вот этот вот Юни Бускарад пронесется с такой скоростью, как когда-то, о чем говорил и мечтал 4 года назад, как Анатолий Эдуардович говорил о шейхе Шарже, что я буду видеть, как данные, значит, Юни Мобили несутся со скоростью пули. То есть, для меня вот эта новость стала действительно очень такой определяющей, поэтому я решил начать с нее. И действительно, это очень и очень здорово, потому что уже эти работы ведутся сейчас, они просто не когда-то там будут в будущем, все, сейчас уже ведется, сейчас все работы ведутся, поэтому мы просто, скажем так, счетчик идет уже обратный, на счетчик идет обратный отчет. Спасибо за ваши восклицательные знаки, и это действительно здорово, потому что, скажем так, природа в данный момент уже устала от, скажем так, то, что происходит на земле, да. Вот, и вот эту вот фотографию сегодня нашел, когда действительно вот эта жара, даже я сейчас сижу, и меня немножко, конечно, может вам не видно, но я, так скажем так, даже в квартире, несмотря на то, что тут, в общем-то, относительно прохладно у нас, кондиционеры, вентиляторы, но все равно пот пробивает. Ну вот, пот меня пробивает, а асфальт не выдерживает, вот видите, разметка, она просто поплыла, вот что такое поплыл асфальт называется, да. И вот действительно, где-то заливает воочию водой, да, вы видели репортажи, которые происходят сейчас и в странах Европы, и в Америке, и в России, да. Вот, у нас наша Беларусь действительно такая уникальная, она, в общем-то, действительно, несмотря на то, что жарко, в общем, ну таких вот, таких страшных катастроф нет, потому что даже мои дети, когда сказали, боже мой, как же там в Эмиратах живут плюс 50, если у нас тут 25-30, мы тоже как бы паримся. Ну, вот такие вот дела происходят, действительно, асфальт просто плывет, и поэтому данные погодные изменения, они действительно мешают вообще всему, да. То есть, приходится менять маршруты, географию пассажирских грузовых перевозок, полотно само покрытием, земляное полотно, дорожное покрытие подвергается регулярному климатическому воздействию, снижает прочность, сокращает срок службы, высокая температура становится причиной образования колейности на автодорогах и так далее. Ну, вы понимаете, что под весом такой асфальт, он просто будет как масло, да, то есть будет продавливаться и так далее, то есть это все очень удобно. И, действительно, транспорт UST в данном случае, видите, адаптирован к природно-климатическому условию, ну, вы знаете, там у нас от минус 60, да, то при высоких температурах тоже до плюс 60, то есть получается, что действительно стальной рельс, ему, конечно же, не важно, что температура будет плюс 60, потому что вы понимаете, что сталь при такой температуре, даже если она будет и 100 градусов и так далее, это, скажем так, не лед не растает, а наш транспорт действительно будет двигаться, в общем-то, не обращая внимания на такие даже высокие температуры, как плюс 60. Комфорт пассажиров действительно в салоне обеспечивается уникально, у климатической системы работает изумительно, и когда я вам рассказывал, что когда мы ездили внутри, действительно, несмотря на то, что температура была 45-50 градусов, не помню, уже снаружи, да, было довольно-таки тяжело, но внутри действительно было комфортно, тихо, спокойно, и как вот и сейчас, как я говорю, третья линия метро, вот у нас она тихая, спокойная, вот такое же ощущение я ловлю и в транспорте Юницкого, ну, единственное, что он находится на высоте и находится в такой жаре, и действительно, но при этом ты действительно летишь, как птица, и очень ощущение просто прекрасное, когда вот такой комфорт, и ты в то же время понимаешь, что ты находишься вот на такой высокой температуре, поэтому климатическая система работает замечательно, данный Юнибус уже катается более двух лет, наверное, да, вот, и зарекомендовал себя, видите, ничего с ним не становится и продолжает дальше. Дальше, благодаря наземному расположению трассы не страшны заторы и ДТП, да, то есть, конечно же, не надо там, скажем так, думать о том, что где-то впереди поплыл асфальт, как мы с вами показали, где-то там какое-то произошло ДТП, вот, при этом скорость электромобильных стальных колесах будет достигать 150 метров в час от состояния, независимо от состояния дорожного покрытия, да, то есть вот так вот все эти преимущества действительно сейчас особенно сказываются, да, при такой жаре, при таких наводнениях, то транспорт Юницкого, он действительно выше этих, в прямом и переносном смысле, выше всех этих проблем. Ну что, дальше, меня, конечно, удивила вот эта статья, что действительно в тренде сейчас оказываются беспилотные пассажирские перевозки. И вот я был немножко удивлен, что на самом деле эта тенденция вообще в Европе она шла давно, вот, но опять-таки Юницкий это уже задумал давно, и поэтому это очень здорово. Ну, в данном случае сейчас рассматривается транспорт, рельсовый, допустим, такой как поезд, метро, трамвай, вот, они активно используются в разных уголках планеты, понятно. Но именно человеческий фактор, говорится в статье, становится основной причиной проблемы, возникающей при эксплуатации беспилотников. То есть, несмотря на то, что, скажем так, беспилотники, они, в общем-то, все правильно делают, двигаются, не нарушают скоростной режим, останавливаются там, где нужен, допустим, красный свет, но при этом поведение других участников, таких как пешеходы, водители, вот сейчас электротранспорт, да, на электросамокатах, в общем-то, гоняют очень быстро, то есть выскакивают, действительно. И вот это поведение очень сложно уловить даже, скажем так, искусственному интеллекту, поэтому здесь не всегда можно предугадать данное поведение, и поэтому, опять-таки, на одном уровне могут столкнуться различные, скажем так, виды транспорта, при том, кто будет прав, кто виноват, это потом будет долго и нудно разбираться, а, скажем так, причины будут все те же, один уровень движения данных транспортных средств. Поэтому, благодаря беспилотному, скажем так, вообще, благодаря беспилотникам, вообще, сокращается число ДТП, и в первую очередь, конечно, это сказано с метро, да, вот видите, то есть метро выделено, вот как, допустим, это метро вроде бы в Париже, да, сейчас я не помню, я там несколько городов смотрел, вот, или даже немецкое метро, да, вот, значит, вообще есть в Париже 47 километров без, именно беспилотного метро, в Лиле 33 километра, в Дубае самое длинное 90 километров, потом писали, что в Стамбуле есть небольшая ветка, там буквально она не очень многочисленна, но при этом очень любят именно, вот, действительно, туристы и сами жители Стамбула двигаться именно на беспилотной ветке, вот. Но, при этом, получается, что полностью автоматизированный систем уровня Гоу А4 не так много. Что такое Гоу А4, я вам сейчас расскажу, значит, смотрите, существует вообще 4 уровня автоматизации для вот таких вот рельсовых, скажем так, транспортов, да, для железнодорожного транспорта. Гоу А1, это машинист, управляет поездом, но его действия контролируется системой безопасности, то есть, все равно есть, скажем так, ну, понимаете, есть семафоры, светофоры, и сидят люди, которые все-таки за этим следят, пусть не так внимательно, но самое главное в поезде это машинист, это Гоу А1. Гоу А2, это машинист, находится в кабине, но берет на себя управление в случае нештатной ситуации, то есть, он просто контролирует, но ежели что-то происходит на дороге, либо какой-то пешеход, либо, допустим, животное вышло на дорогу, либо транспорт застревает, поехал на красный сигнал семафора и застрял, то есть, в этом случае, скажем так, машинист берет на себя вот этот вот автопилот, переключает на ручное управление и уже действует согласно инструкции. Гоу А3, это машинист, может отсутствовать в кабине при движении поезда, то есть, уже настолько поезд автоматизирован, что машинист в данный момент может куда-то отойти, выйти, вот, там, я не знаю, там, разные случаи бывают, но, в общем-то, такое, Гоу А3, да, и Гоу А4, Гоу А4, это машиниста практически может вообще не быть в поезде, и вот вы видите тоже, вот это вот метро, кстати, именно французское метро, вот вы видите, тут именно сиденья высвечиваются именно пассажиров, да, вот такое же метро из Дубая, такое же метро, вот, я сейчас в Париже, потом в Германии, я там видел картинку, вот, поэтому вот таких вот, это самое, самое такое маленькое вам объяснение вот по вот этим вот, по этой градации, так, конечно, там есть таблицы, там, в общем-то, можно тут целую лекцию прочитать, ну, вот, самое главное вы понимаете, то есть, либо машинист управляет, либо машинист находится, берет случай в нештатной ситуации, либо машинист, который уже практически и штатной ситуации, тоже в нештатной ситуации пояса может решить, но при этом машинист может присутствовать, может отсутствовать, и четвертое, это когда вообще машиниста нету, то есть, это как вот случай Unisky String Technologies, там никогда не априори отсутствует вообще водитель данного транспортного средства, да, вот, ну и вот получается, что метро это замечательно, потому что оно, как правило, под землей, вот, но самая проблема в метро, это действительно высокая стоимость, и вот в статье было указано, что сама оказывается вообще дорогая ветка прохода тоннелей в метро, да, это находится на острове Манхэттен, все вы знаете, это, конечно, остров, это Нью-Йорк, да, штат США, вот, и там за один, за прокладку через монолитные скальные породы, вот, продвигался это метро, стоимость одного километра стоила 1,3 миллиарда долларов, представляете, 1,3 миллиарда долларов за один километр, то есть я думал, что 150 миллионов, это дорого метро в Дубае построить, да, оказывается, вот такие цены есть, но самое парадоксальное, вот, если вы присмотритесь в картинке, то это одна из станций метро, именно вот этого участка, да, она называется Чемберс-стрит, да, вы представляете, и эта действующая станция в настоящий момент в Нью-Йорке выглядит, как там писали люди, как в фильме ужасов, там, или, не знаю, про конец света, вы представляете, вот это вот метро, и действительно, даже, как я недавно не видел такой репортаж, когда человек выставил, кажется, даже Минское метро, вот, и показал, что действительно, то есть он иностранец, он показал Минское метро, вот, и люди в Америке сказали, это постановочное, такого не может быть, вот, поэтому поставьте, пожалуйста, плюсики, что, за то, что мы все-таки должны ценить вообще и свою культуру, и действительно, то, что, как, какое у нас метро, и вот действительно, для сравнения, вот, посмотрите, то метро, которое есть, вот, и оно действительно ужасающее, и я вообще не представляю, как можно в таком метро вообще находиться, спускаться и так далее, ну, сами американцы, они тоже, как говорится, в шоке, но люди, которые туристы, вот, у меня вообще закралась мысль, действительно, тоже, когда-нибудь, может быть, все-таки, увидеть это, может быть, я не знаю, там, такого желания самого спускать сюда нет, но, может быть, какое-то видео найти, действительно, посмотреть с метро, ну, вот такие вот дела, да, и так, ну, вот, в Минске, тут тоже приводится в статье, что один километр ветки именно метро Минска, в среднем, я так понимаю, да, стоит около 80 миллионов долларов, да, то есть, тоже, видите, то есть, для Дубая, допустим, 150 миллионов долларов, это страна богатая, и, в общем-то, там казалось, что ого-го, но, оказывается, для нашей страны 80 миллионов долларов за один километр, я думаю, что это тоже очень много, вот, и при том, что, скажем так, у нас и рабочие силы стоят дешевле, и, наверное, все-таки не такое, но глубокое, допустим, как там другие метро, да, но все равно 80 миллионов долларов, да, то есть, я был тоже удивлен вот этой информацией, вот, но, в результате, получается, действительно, метро дорого, метро требует переноса многих коммуникаций, метро требует укрепления вот этих вот, скажем так, грунта подводных, вот, и так далее, то есть, очень и очень много, и вот об этом и говорится, что, да, вроде бы хорошо выделено, но, опять-таки, хорошо как, что, вы знаете, для этого нужна еще система вентиляции, система там, вот, как сейчас затапливали там, и метро затапливал, не то, что там первые этажи, там метро, конечно, вообще под воду уходит, поэтому, конечно же, в этом случае метро есть очень много положительного, но при этом есть и много отрицательного, да, стоимость, вот, как в данном случае, брать данную цену, действительно, она дорогая, вот. Ну, наверное, я так подумал, что уже закончим про вот это метро Манхэттена, наверное, просто на отделку не хватило, скажем так, да, даже американцам. Ну, поехали дальше. Второй вид транспорта, который тоже и выходит сейчас на то, чтобы быть А4, это транспорт трамвай. И действительно, меня удивила такая в статье информация о том, что все-таки провозная способность трамвая выше, чем у троллейбусов и автобусов. Я так понимаю, что это все-таки связано с тем, что это все-таки выделенная линия, на транспорт можно запустить, на дорогу можно запустить, вот, как сейчас идут один за другим трамвай, допустим, да, ну, хотя они там разные по номерам, но все равно, как говорится, можно больше и больше запускать. Но это вот о чем говорится, что когда выделенная линия, здесь можно пускать, были бы, скажем так, эти трамваи, да, а так их можно один за другим пускать с интервалом там в одну, там, полминуты и так далее. Вот, но между тем использованы надземных рельсовых линий, это помогает, скажем так, по сравнению с метро решать вопрос, то, что можно варьировать как угодно, да, то есть сеть трамвайных путей можно привезти где угодно, то есть там не надо, допустим, перекладывать уже коммуникации, можно проехать где-то между, скажем так, домами и так далее, то есть легче строить, чем метро. Однако, получается, все равно должна вот выделиться здесь, видите, практически здесь уже нету, здесь люди переходят, велосипедисты ездят, но при этом уже места для автотранспорта уже нету, то есть, получается, забирают у автотранспорта, скажем так, кусок именно вот дороги для автотранспорта. Поэтому, как правило, вот, допустим, трамвай в Дубае тоже требует, выделяется отдельные специализированные такие вот, скажем так, дороги с метками определенными, хотя я вам уже рассказывал, что, как Олег Зарецкий тоже мне говорил, что построили, когда метро, то есть, когда построили дубайский трамвай, то получилось, он стал причиной частых пробок в том месте, где была дорогая недвижимость. И, в общем-то, от этого упали цены, от этого там люди на дорогих иномарках тоже стояли по нескольку, там, минутам, 10-15 до 40 и до часу доходили эти пробки, потому что один, второй вот эти трамваи, они, скажем так, создавали вот эти вот помехи и пробки. Поэтому тут тоже, вот, скажем так, не очень-то все это хорошо решается. Значит, отвод земли, получается, под рельсовый путь сокращает дефицитную и так проезжую часть. Практически получается, что одну проблему, возможно, решает, а другую он закрывает. Ну вот, в общем-то, по прогнозам специалистов, для России, для полного перехода вот на такой трамвай, который действительно без водителя понадобится, 10-15 лет. То есть это тоже не быстро, да, вот. Ну и самое главное, вот создание новой обособленной зоны, это все равно получается, как бы там будут они с водителями, вот тут как бы данные трамвая, либо это будет искусственный интеллект, да, опять-таки получается, даже организация выделенного пути не исключает пересечения с автомобильным маршрутом. И вот в данный момент вы видите, как попала вот эта фотография, что действительно между даже двух трамваях затащил вот этот вот, скажем так, Hyundai, да, и, в общем-то, его просто в консервную банку все это размяло и так далее. Поэтому, опять-таки говорю, человеческий факт, если вы будете даже двигаться на супер-пупер каком-то там транспорте с искусственным интеллектом, но при этом все другие, скажем так, водители, если они будут двигаться самостоятельно, да, то они тоже, в общем-то, имеют место быть, их нарушить права и попасть вот в такую неприятную ситуацию, да. Вот, поэтому риск ДТП не гарантирует полную, это все это повышает риск ДТП и не гарантирует полную безопасность участников дорожного движения. Вот, поэтому, опять-таки говорю, если все это на одном уровне, соответственно, каждый, что называется, прав, даже такое вот это правило, дай дорогу дураку, да, 3D, оно не спасает, потому что если ты даже дал дорогу дураку, то другой дурак может тебе все равно догнать и все-таки исполнить свою, скажем так, миссию, да. Вот, ну, поэтому решение ЮСТ позволяет использовать незанятые пространства, вот это очень важное понятие, то есть действительно незанятые пространства никем, да. То есть в данном случае здесь нет ни светофоров, ни пешеходных переходов, нет других транспортных средств, нет джигитов, которые несутся на красный цвет, да. Вот, поэтому здесь максимально удобная траектория, которую вы можете создать, используя данный транспорт. И совершенно это сокращает время пути, потому что действительно, если от точки А до точки Б нету, скажем так, нет другой остановки, то транспорт может двигаться со скоростью 150 км в час, вы понимаете, что это очень и очень здорово, потому что скорость будет сокращена в разы, просто в разы. Ну и, конечно же, при этом ДТП будет сведена к минимуму. Вот такой вот замечательный транспорт, который мы с вами инвестируем, про который мы с вами рассказываем нашим знакомым, незнакомым людям, и которые действительно, надеюсь, что мы все с вами в скором будущем уже будем ездить на этом транспорте. Сначала в одной стране, даже приезжая в те же Эмираты, например, да, потом, скажем так, поедет это в какой-то другой стране, сейчас уже не будем называть, пока новостей официальных нету, да, ну и так далее. Потом уже, как говорится, когда уже весь мир будет ездить, скажут, ну вот, нет пророка в своем Отечестве, поэтому давайте раз там так хорошо, давайте у нас построим. Я надеюсь, что мы тоже дождемся этого замечательного светлого будущего, да. Ну что, значит, теперь получается экономически. UST может составлять всего 10% от стоимости от легкорельсовых систем, ну таких как трамвай, допустим, да, от стоимости 4% от стоимости линии метро, ну с учетом как Манхэттена, там действительно полтора миллиарда, это там вообще не знаю, тут можно за полтора миллиарда, наверное, весь Минск было, ну, по крайней мере, основные дороги точно было, будем поставить, или кольцевую вокруг, несколько раз обвести вокруг Минска. Значит, энергопотребление снижается в 2-3 раза, хотя вышел, наконец-таки, фильм на Шарже ТВ, я уже забегу вперед и скажу, что Анатолий Эдуард сказал в 5 раз, в 5 раз, вот. Поэтому, значит, энергия сбережения потребления вот снизилась, снижается в 5 раз, при необходимости, значит, нет необходимости останавливаться на светофорах, значит, соответственно, скорость, значит, не нужна вот это вот число, уменьшается число торможений, разгонов, торможений, разгонов и так далее. Соответственно, скорость увеличивается, дальше получается, и мобили обменивают информацию между собой, это тоже очень важно, да, то есть получается, что если где-то впереди по каким-то причинам притормаживается, допустим, люди долго выходят на остановки, да, то уже идет это по сети, по цепи и так далее, все это, скажем так, сообщается, да, вот. Ну и, естественно, противосходная система, которую все время спрашивают, вот сейчас Ольга, моя сестра, тоже звонила в Латинской Америке, была большая конференция, там спрашивали, какой же все-таки вот ветер может сорвать ураганы, какие сейчас есть там в Америке или не может? Не может, даже вот в вопросах и ответах там сказано, что даже если вы эту линию перевернете кверх ногами, да, все равно поезд останется висеть на данном рельсе. Вот такая противосходная система, понимаете, ничего не сможет стянуть вот этот вот Юни-мобиль с рельса, и это очень важно. Поэтому ни ледяной дождь, ни ливень, ни снегопад, ни сильный ветер не способствуют тому, что сорвет эту кабинку. Вот. Здесь поставьте плюсики, то вы у меня уже засиделись, ничего не делаете. Вот. Поэтому мы двигаемся дальше. Ну вот, смотрите, вот даже вот сейчас, сейчас у нас делается такой замечательный Юни-лайт, да, и вот тоже люди спрашивают, а как, вот если будет ветер, вот такая вот кабинка, допустим, но вы видите, два рельса вверху получается, да, то есть тут даже в этом плане получается, что она очень устойчива. Во-первых, это сильное натяжение, и даже если будет сильный ветер, да, покачать может, но не с такой скоростью, допустим, не будет как качели качаться из стороны в сторону, да, будет слегка, небольшой люфт, возможно, да, при сильном ветре. Но опять-таки, так как это, в общем-то, небольшая трасса, тут будет доезжать спокойно, легко, и, в общем-то, все это рассчитано. И вот сейчас получается, что сейчас вы знаете, что происходит сертификация, да, которая переводит данный транспорт из грузового к пассажирский. Вот. Поэтому действительно в данном транспорте можно будет перевозить как грузы, так и пассажиров. Вот. И здесь, значит, что сейчас происходит? Значит, инженеры приступили к отладке системы управления Юнилайта за безотказную и безопасную работу комплекса Юнилайта. Значит, отвечает автоматизированная система АСУ. Она включает в себя внешнюю и бортовую систему. Дополнительные ситуации на трассе контролируют диспетчер. То есть еще есть, помимо вот этой вот системы, есть еще и диспетчер, как вы понимаете, да. При отсутствии пассажиров транспорт находится в режиме ожидания на одной станции. То есть он не гоняется по поражнякам туда-сюда, как бы от нечего делать, да. То есть это тоже важно. Поэтому Юнимобиль при необходимости перемещается по вызову, вот в ту сторону, куда необходимо, значит, доставить пассажира. Необходимо нажать кнопку на станции или в салоне самого Юнилайта. С помощью стойки пульта можно тоже связаться с диспетчером. То есть если какие-то есть вопросы, допустим, что-то заинтересовало, то есть как вот в лифте, допустим, как Леша, Алексей, ну, мой, говорит, что одно из выражений было, это горизонтальный лифт. То есть когда вы едете в лифте, вы всегда сможете, вы можете связаться с диспетчером. Поэтому также и здесь можно всегда будет связаться с диспетчером и задать интересующий вопрос или какую-то проблему решить, в общем-то, непосредственно из кабины. Далее. Юнилайт оснащен системой предупреждения столкновений. Вот мы о чем говорили, что они между собой общаются, поэтому если там будут какие-то вопросы, то есть Юнилайт всегда может, скажем, тоже это предупредить. Системой индивидуального спасения, системой видеоконтроля в салоне, системой пожаротушения и защиты от перегрузки. Поэтому сейчас, вот мне еще удивило, то есть завершается вот эта система перегрузки, то есть завершается отладка режимов ускорения и замедления, чтобы определить наиболее комфортно для пассажиров параметры движения. Вы представляете, что уже сейчас рассчитывается, как будет комфортно, чтобы был старт движения транспорта. Вот недавно тоже ехали на метро и, наверное, может быть, это неопытный был водитель. Если вы знаете, сейчас очень жарко, может быть, они чаще меняются, может, это очень уставший был. Но поезд в метро двигался настолько дерганно, что действительно такое ощущение, что, как выражение, везут картошку, а не людей. Вот было действительно очень неприятное было поиска. Вот здесь же, получается, сейчас уже рассчитываю, чтобы было хорошее ускорение, придавалось, да, и также замедление. Поэтому вот это тоже сейчас отрабатывается. Вот. Ну и близится к окончанию отладка функции поддержания заданной скорости. Чтобы это не было, чтобы вот на этом участке вот такая скорость потом притормаживается, по каким-то причинам все. То есть будет плавный ход. То есть все, как говорится, уже предвкушения данной поездки, но вот эти вещи, они сейчас очень важны для того, чтобы люди получили максимальное удовольствие от поездки. Также специалисты разработали интуитивно, понятно, интерфейс управления юнимобилем, систему и систему визуализации с отображением основных параметров комплекса. То есть вы понимаете, то есть вы будете заходить в эту кабинку, то есть мы с вами будем заходить в кабинку, нажимая, соответственно, еще кнопочку и будем двигаться. Ну, в общем, пока мы это с вами не сделаем, вообще будет, конечно, интересно эту поездку завершить. Я думаю, как когда-то в первой поездке на метро люди катались, пятак бросали, заезжали до конечной станции, возвращались на свою, да. Так и тут будет несколько поездок таких вот, которые, в общем-то, будут таким вот интересным для себя приобретением опыта. Вот. Дальше, получается, вот это действительно тоже интересная новость с нашего, скажем так, эко-технопарка в Марьиной горке. Вы знаете, что вот это вот, скажем так, арки, которые напоминают Санта-Барбару, так и говорили, да, они какое-то время вообще не двигались, то есть не было никакого тела движения и так далее. И тут вот возобновило работу, да, то есть действительно была определенная заморозка по определенным причинам. Вот. И на данный момент вот эта шестая линия, она будет называться жесткая большегрузная рельсострунная эстакада. Она сейчас будет опять, скажем так, доведена до ума, потому что комплекс будет предназначен для испытания грузового пассажирского транспорта с массой до 60 тонн. Это очень здорово, потому что вот эти Unicorn, как вы знаете, они и так и будут весить. То есть получается контейнер 40-футовый, сам, скажем так, контейнер очень тяжелый и сам Unicorn нелегкий, да. И вот это самое, на данный момент, самая грузоподъемная трасса. Вот из тех, которые будут, значит, реализованы компанией. Уникальность данного комплекса – это возможность монтажа и проявить различных типов трасс. То есть получается, с одной стороны, это будет грузовая трасса, в то же время с большой грузоподъемностью, но там же может быть и находиться еще и, скажем так, пассажирская трасса, да. То есть получается, ну, расстояние, вот я вам сейчас скажу, расстояние всей этой трассы – 912 метров. 18 вот этих промежуточных, скажем так, опор в данный момент будет навесной сначала транспорта, да. Но в последующем планируется модернизация и подвесной. То есть, представляете, на одной вот этой трассе будет двигаться как наверху, транспорт в это же время будет двигаться и подвесной, то есть наверху и внизу. То есть получается, либо наверху там грузовой транспорт движется, а внизу пассажирский, либо наоборот, наверху будет пассажирский транспорт, там, допустим, перевозить, как метро, там, допустим, на 48 пассажиров, на 72, вот и так далее, да. А внизу будет двигаться вот этот вот юниконт. То есть это очень и очень здорово. Я думаю, значит, есть на этом, скажем так, спрос, почему и резко возобновили вот это вот, значит, возведение данного комплекса. В ближайшее время также будут проведены общестроительные и электромонтажные работы, проложены наружные сети электроснабжения и связи, оптоволоконные линии, вы представляете? То есть вот сразу будет продемонстрировано все. То есть здесь будет и электричество, и оптоволоконный, то есть интернет. То есть в данный момент вот это будет все построено, сделано. И самое удивительное, что меня удивило, что это будет уже срок завершения работы, октябрь 2023 года. Вы представляете? То есть через два месяца эта трасса будет готова. Тут тоже прошу ваши десяточки, вот, потому что я сначала, когда эту статью готовил, прорабатывал, я подумал, что это, ну, через год там, потому что, ну, как это так все? Оказывается, вот, уже все, через два месяца, и в ноябре они уже планируют это все запустить. Вы представляете? То есть вот какой наше, скажем так, КБ, как оно, когда, вот, у меня такое ощущение, что все-таки есть движение, которое мы, вот, не можем это сейчас, пока нам официально все это не доведено, но вот это вот уже такие вот статьи, они говорят о очень серьезных предпосылках к развитию данного вида транспорта. Это очень и очень здорово. Вот, ну что, кратко скажу, что в данный момент в шарже тоже продолжается, несмотря на то, что, как говорится, вот экспо закончилось, было много этих самых делегаций, по-прежнему делегации продолжается, вы все следите тоже за новостями, которые Алексей Новомович выставляет, поэтому есть, он тоже писал об этих новостях, что корейская делегация посетила, вот, форума USA, UCAI, вот, это получается, значит, ориентированный, искусственный интеллект ориентирован на пользователя, если так перевести эту аббревиатуру по-английски, ориентированный на пользователя, искусственный интеллект. И вот, в общем-то, вот эта вот делегация, они, видите, при прибыли тоже в центр шаржа, им была, значит, проведена делегация, и именно во главе с его предстоятельством с шейхом Саудом Султаном Аль-Касими, директором цифрового офиса в шарже. Ну, вы его хорошо знаете, вот, тоже видели уже, мы про него говорили, да, поэтому в данный момент вот такая вот делегация там присутствовала, да. Дальше была делегация, скажем так, Республики Конго, вот, тоже вся вот эта экскурсия, которую, как, ну, я уже кратко показал, что и показали, и трассы показали, и дом показали, и Юнифлэш показали, ну, в общем, все это понятно, что продолжаются вот эти вот, скажем так, делегации, бизнес-делегации, которые посещают, и которые действительно задумываются о том, что транспорт данный, каким образом внедрите, в общем, в инфраструктуру своей страны. Вот, ну, наконец-то вышел вот этот фильм, значит, о Юскай транспорте на шарже ТВ. Вот, видите, тут даже по-арабски все написано, вот, потому что этот, можно вот так вот найти, шарже ТВ набрать на, в Ютубе, да, и вот Юскай транспорт. Насколько я помню, данный репортаж снимался уже более, наверное, ну, месяцев шести, так точно, более полугода назад, может, даже больше. Я помню, рассказывал, что мы говорили, вот эту вот картинку, я помню, что когда Анатолий Эдуардович рассказывает о данном транспорте, и вот только сейчас почему-то, это вот именно, вот видите, прошло немало времени, ну, возможно, это геополитика, возможно, какие-то были другие причины, и еще так далее. Но вот сейчас Анатолий Эдуардович действительно рассказывал о том, что данный транспорт там, ну, кстати, это вообще весь репортаж, он начинается о том вообще, что такое СРТ-парк, там показывают различные, скажем так, достижения, но последний вот именно треть репортажа, это действительно о Юскай транспорте, и где главным действующим лицом выступает Анатолий Эдуардович Веницкий. И, конечно же, он спокойно, размеренно рассказывает, что действительно настало время, что человеку комфортно тогда, когда он добирается на работу, на рынок куда-то, либо куда-то себе там отдохнуть за город, да, в течение получаса, не больше. И когда человек двигается со спокойной скоростью, когда не задумывается, когда он может в это время там спокойно, спокойно, без нервов двигаться. Ну, когда люди стоят в пробках, когда люди раздражены, когда люди начинают, скажем так, друг друга подрезать и так далее, все, он говорит, вот это уже начинается, говорит, нервотрепка, да, и то есть вот когда люди проводят в таких вот пробках часами, то, конечно же, о никаком здоровом физическом, психоэмоциональном речи быть не может. Дальше, говорит, не решают проблему вот эти другие транспорты, да, даже если, говорит, у вас будут электромобили, это тоже не решит никакие проблемы. Даже если будут супер-пупер развязки, да, опять он там показывает, то есть все, что закатывается в асфальт, это тоже не есть хорошо, да, вот, и показывает и современные там развязки и так далее. И он говорит о том, что да, мы, вот этот вот транспорт, который мы предлагаем вообще миру, это транспорт будущего, да, то есть который сейчас уже есть, вот, пожалуйста, берите, заходите. Вот он показывает внутри кабинки, потом репортаж показывается, как это все движется, да, действительно, и рассказывается и на арабском языке, вот там внизу, и на английском языке показывается, да. И в результате Анатолий Эдуардович говорит, что действительно, что проблема человека в том, что нужно вот это брать, и, ну, действительно, в каждой стране этот транспорт необходим, да. Ну, вот это вот действительно так долго думают и так далее, все. Ну, такой вот репортаж, он действительно человек, который действительно дает, вот, ну, почему-то вот так это все медленно движется, непонятно, допустим, да. Ну, объяснение очень хорошее, и, конечно же, Анатолий Эдуардович очень хорошо отзывается о руководстве, говорит, что благодаря непосредственно вот шейху Аль-Касиме, да, вот переделали полностью SRT-парк, сделали именно, дали на фасаде именно построить эту дорогу. Действительно, сделать это все, скажем так, помогает вообще все это отношение доброе, да, со стороны руководства SRT-парка, в частности, Эмирата Шаржа, да. Поэтому он очень признателен и надеется на то, что данный транспорт, он действительно оправдает все надежды вообще Эмиратов и руководства, которое предоставило такую 28 гектар земли в Шарже. Вот, ну, я вот подумал о том, что следующий репортаж, который тоже, вот, ну, тот репортаж можно посмотреть, но следующий репортаж меня тоже удивил, то есть вот он тоже. То есть, оказывается, с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Экспо-сити в Дубае пройдет 28 конференция ООН по изменению климата и, как более известно, как КОП 28 УАЕ. Ну, КОП – это вот эта вот конференция по изменению климата, а 28 – это что она по счету 28-ая, ну, и будет она проходить в Арабских Эмиратах. Значит, на конференции мировые лидеры соберутся для совместной работы, для решения по борьбе с изменениями климата. Значит, принимая у себя Арабские Эмираты, данную конференцию, сосредотачиваются на поиске практических и позитивных решений для достижения прогресса в области климата и экономики. И вот глава SRT-парка Хусейн Аль-Махмуди, он действительно говорит о том, что мы очень заинтересованы в том, чтобы реально показать реальные пути достижения решения данных проблем. И в этой конференции непосредственно Unisky String Technology тоже примет непосредственно участие, будет представлен как один из резидентов этой свободной экономической зоны. Далее, говорится в данном репортаже, то есть показывается тоже отдельный репортаж, просто большой репортаж. Внедрение технологии транспорта и инфраструктуры USKY может помочь городам по всему миру достичь своих целей в области устойчивого развития за счет сокращения выбросов углерода и шумового загрязнения, борьбы за торы на дорогах, продвижения устойчивого и доступного транспорта, создание большого количества зеленых насаждений и содействия более чистой окружающей среде. Вот такие вот дела. То есть получается вот тот фильм, где Анатолий Иванович выступает, и вот эта вот конференция, тоже выпущен огромный репортаж. Это вот уже такое преддверие, мощные, мне кажется, это базы для продвижения данного транспорта. Транспорта Юницкого, струнного транспорта Юницкого. Дорогие друзья, это очень шикарные новости. Опять-таки я говорю, я не говорю про то, что пока официально не озвучено, но я говорю, тенденция вот эта вот, она все уплотняется и уплотняется к тому, чтобы это уже просто родиться в масштабах, скажем так, нескольких, скажем так, стран. Может быть, даже их будет в десятки стран. Поэтому те люди, которые, скажем так, еще сомневаются, пришло время зайти самому, разобраться, почитать, выучить арабский язык, выучить английский язык, полазить по вот этим вот сайтам, где нету там тех людей, которые, может быть, вы, которым вы не верите пророку в своем отечестве, да, а посмотреть со стороны, как большой бизнес, как люди, думающие вообще о климате, заботятся и думают, как решить эту проблему. И транспорт Юницкого, он сейчас номер один среди других транспортов. Поэтому, завершая свое выступление, хочу сказать, что действительно, Юскай запускай. И вот это вот, хочется сказать, people не зевай, Юскай запускай. Ну, на этом у меня все на сегодня. Если кто-то хочет выступить, сказать, напишите, либо мы вас приглашаем. О, Алексей, приветствую. Да, да, привет всем. Добрый вечер. И приветствую. Да, спасибо за поздравления дочке. Вот, время летит быстро. Вот, кажется, недавно праздновали рождение. Вот уже третий у нас год. Три свечки сегодня задували. Вот, ну, очень интересная у тебя, как всегда, лекция. Вот, ну, пару слов могу так отметить про метро в Нью-Йорке. Вот, сам лично там был. Вот, действительно, оно, да, такое не совсем дизайнерское, как у нас. То есть, у нас заходишь в метро, как в музей, а там реально заходишь, ну, это такие, да, низкие потолки. Это вот эти вот обычные столбы. То есть, все чисто функционально. Ну, в принципе, как, наверное, американцы, наверное, и любят. То есть, практичность. Ну, конечно, куда подевались там полтора миллиарда, сколько-то, 1,4 миллиарда, да? Ну, непонятно. Да, может быть, еще они там построили пару небоскребов параллельно. Вот, потому что, ну... Под землю. Ну, или под землю, да, или не знаю, куда там. Ну, и это по поводу Америки. Ну, и еще есть новость одна. Тоже хорошо, что в древнем немножко сегодня осталось. Была на прошлой неделе у нас по Гумусу первая презентация, на которую далеко не всем смогли попасть. Но я думаю, что надо будет там в ближайшее время... Точнее, не думай, а мы в ближайшее время проведем никакой... Вот, и поясним, что... Ну, все вы знаете, что у нас, Анатолий Дарвич, он много направлений ведет. Транспорт – это одно из направлений. Есть еще космос, есть еще Гумус, есть еще другие там струнные заборы, там вакуумное стекло, ну, в общем... Эко-дома. Эко-дома и так далее, да. И вот сейчас как раз-таки пока в таком режиме, немножко закрытом, вот, значит, стартует именно технология Гумус. Вот, и мы поговорим о том, на каких условиях оно стартует, вот, до какого числа, там, кстати, очень краткие сроки, то есть, там краткие сроки реализации проекта, то есть, уже там довольно много чего посчитано, и бизнес-план есть, и количество партий, на которые собирается выйти. Цифры, которые мы можем на отдельном вебинаре... Все, все, говори. Говори. Ну, где мы все это обсудим, да, и, кто пожелает, мы просто делаем отдельный список, вот, и потом этот список отправляем. Вот, ну, скажу, что на этой встрече было очень много вьетнамцев, как обычно, вот, я боюсь, что до 1 сентября, ну, а срок у нас до 1 сентября, первый этап, ну, могут очень быстро все разобрать. Ну, так что, если есть у кого-то... Ну, то есть, там скажу, что вход немаленький, то есть, там от 1000 и выше, вот, и... Ну, там уже отдельно обсудим. Вот, поэтому... Хорошо, Леш, может, ты тогда скажешь, когда это... Как ты приведешь, это будет в день зума, да? Ну, я хочу еще... Там на встрече была Наталья наша, из Испании, вот, и, может быть, вместе с ней скоперироваться и потом провести отдельный какой-то зум. Ну, это надо в ближайший, там, день, два, три... В чате напишешься, да? Да, мы в чате просто объявим и побеседуем. Вот. Ну, отлично, хорошие новости. Все у нас, скажем так, движется, все направления захватываются, поэтому мы в нужном месте, в нужный час. Отлично, Леш. Да, да, да. Не зевайся. Да. Еска, не зевай, да. Первый залетай. Да. Люди, не зевай, не скай, запускай и так далее. Да, ну и гумус. Отлично. Хорошо, Лешенька, спасибо тебе. Вот, спасибо, ребят. Так, что там... Почему? Не боли, что там? Не в чате, не знаю. Не совсем понимаю. Встреча была, встреча проводилась в... Кто спрашивает, Таисия, где была встреча? Она проводилась в Zoom. Была закрытая встреча. Вот, ну мы сейчас скажем о кураторах. Да, чтобы вы понимали, там кураторы, потом вид персоны, которые вложили 20 тысяч и более личных инвестиций. Вот, поэтому там, скажем так, не для всех она была. Я поясняю, если что. Да. Вот. Хорошо, Алексей. Тогда мы, в общем-то, дождем, когда люди сейчас получили информацию, тогда ты просто напишешь, когда сделаешь отдельную дополнительную встречу. Да. Ну что, тогда все. Поздравляем тебя, Леша, еще раз, да, твою семью, твой львиной, да. Вот. И желаем счастья, здоровья, любви твоей дочурке, вот. И хорошо все-таки вы там отмечаете, смотрю на природе, вот. Так что хорошо вам погулять еще. И до новых встреч, да. Все, до новых встреч, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.